Озеро Лохнесс Одно из самых известных и часто посещаемых достопримечательностей, которые находятся в Шотландии. Это объясняется многочисленными легендами о чудовище, которое якобы водится в этом озере. Местные жители дали ему прозвище Несси. Если верить наиболее распространенной теории, то этим чудовищем является морская рептилия Плезиозавр, существовавшая в эпоху динозавров и дожившая до наших дней. Большинство ученых считает, что на дне озера не может жить одинокое существо. Там должно обитать целое семейство. В противном случае со временем оно умрет. Некоторые утверждают, что Лохнесское чудовище – это только плод воображения людей. История Лохнесского чудовища Несси берет свое начало еще за рождение христианства. По преданию, римские легионеры были первыми, кто рассказал миру о таинственном существе, обитающем в Шотландском озере. Именно они в начале христианской эры с мечом в руках осваивали кельтские просторы. Все представители шотландской флоры и фауны, от мыши до оленя, были увыковечены местными жителями на камне. В 60-х годах несколько британских университетов начали экспедиции в Лохнесс, используя сонар для поиска на глубине. Ничего убедительного не было найдено, но в одной из экспедиций операторы сонара обнаруживали большие движущиеся подводные объекты, которые они не могли объяснить. Несколько месяцев назад фотограф-любитель Стив Шалис, отдыхая на выходных в Шотландии, сделал с неба гигантского животного, поднимающегося из глубины озера Лохнесс. Эта фотография мгновенно разлетелась по всему миру, возбудив новую волну разговоров о существовании лохнесского чудовища. Реально ли лохнесское чудовище, или это лишь плод воображения людей, решать вам? А на этом у меня все. С вами был канал Легенды Сверхъестественные. Пока.